Приветствую. Добрый день вам. Меня зовут Артём, я Даничанин из Киева. Как вас зовут, откуда вы? Меня зовут Иван, я якутка-якушка. Я понял. О чём здесь разговариваете, Иван? О чём придётся? Я не понимаю этого вопроса, я не понимаю людей, которые задают этот вопрос. О чём здесь разговариваете? Ну, люди... Кто-то с определённой целью, он ищет собеседников по рыболовле, кто-то по политике, кто-то ещё... Нет. Кем-то можно обсудить литературу, с кем-то можно поговорить про кино, с кем-то можно поговорить про детей, про взаимоотношения между людьми, с кем-то можно поговорить про политику, но я не хочу про неё разговаривать, с кем-то можно просто посидеть, поражать и потравить анекдоты. Ну, а есть люди, которые непосредственно идут с определенной темой в чат-рулетку. Понимаете? У меня есть один знакомый, который любит поговорить об истории, ему интересно разговаривать об истории, потому что он профессиональный историк. Я преподаю историю. Не то чтобы преподаю, я читаю курс из 15 лекций для вольных слушателей на базе РУЗов. Я понял. А какой истории? Местной вашей, да? Нет, античная. Античная история от окончания правления Александра Македонского до распада Римской империи и образования Византии. Я понял. Вот это мой диапазон. До Восточной и Западной Римской империи, да, фактически? Да, не-не-не-не-не-не. Или еще дальше? Когда Восточная и Западная Римская, тогда она еще империи не была, она была республикой, и распалась она на Восточную и Западную из-за конфликта между Гайом Юлием Цезарем и Помпеем Манном, собственно. Когда Цезарь вернулся из-за альтейской части Галии, да, и Помпея написал его письмо, что больше тебя здесь не ждут. Это когда распался первый Киумберат. Ну, Марк Красс. Я понял. Ну, я уже настолько не помню античную историю, просто. Но Красс провалился в походе на Парфенон, просрал все войско и погиб сам. А Цезарь в это время воевал в заалюпийской Галии. И Панкей решил править единолично и, ну, как бы, сам лично положил конец триумбератору. А Цезарь вернулся, дал ему панкзат и тот бежал в Восточную часть. Я понял. Интересный такой вопрос. Вот вы представились, вы якут из Якутии. И вот мне интересно, вы свой язык, у вас же якутский язык свой есть, так правильно? Вы его хорошо знаете? Нет, к сожалению. Я рожденный воспитанным русскоязычным. Я понял. Ну, вы же понимаете, чем меньше становятся обладатели вашего родного языка, тем... Язык не вырождается. Если вы к этому клоните, нет, язык не вырождается ни в коем случае. На якутском языке даже сейчас, по сравнению с моей юностью, в якутске разговаривает больше людей. Ну, это хорошо, потому что я сталкивался с... Я не помню, какая народность у вас, северная тоже. И вот он говорит, у нас мы не разговариваем уже на нашем родном языке. Я не помню. Я не буду говорить, какой народ, но просто я его не помню. Это было довольно... Многие из языков малых народов Крайнего Севера имеют тенденцию к отмиранию все, фактически все, кроме якутского. Потому что на территории нашего Крайнего Севера, а Якутия, ну, если вы узнаете, не знаете... Сахая Кутия, я слышал. Да, самый крупный субъект Российской Федерации, самый крупный. Больше, чем... Я знаю, что у вас там алмазы добываются. Больше, чем Красноярский край, больше, чем... Ну, чем любой другой. Я понял. Больше, чем Ростовская область, Краснодарский край, Ленинградская область и Московская область вместе взятые. В разы больше. Я понял. Я понял. И у нас на территории проживает много малых народностей, такие как Юказиры, Эвены, Эвенки. А Эвены и Венки-то разные народности? Это разные люди. Это так же, как Ворон и Ворона. Это совершенно разные. Я понял. Я просто знал, что есть Эвенки, а вот Эвенов я не знал. Поэтому интересно. Эвены говорят на Эвенском, а Эвенки говорят на Эвенкийском. Интересно. Всегда интересно узнать какие-то такие моменты, которые я никогда не слышал. Есть Долганы. Этих я слышал. Есть Немцы, но Немцев мало. Немцы больше чуть-чуть на запад от нас. Но все такие восточные Сибири. И вот они говорят на вырождающихся языках. Да, потому что они ассимилируются, и вселения очень малы, и их реально очень мало. У нас даже, я помню, когда я учился в школе, в середине, конец 90-х, у нас школьникам, ребятам, кто был из малых народностей, им в школе были положены особые стипендии. То есть они получали, это даже называлось не стипендия, это даже называлось пенсия. Ну это я слышал, что это северным народом начали выплачивать. Но вопрос просто в том, что сначала Российская империя, фактически Советский Союз прогеноцидили эти народы, а потом начали выплачивать. Нет, нет, нет. Ну смотрите, чукотские ж войны были. Тут не так все дело обстоит, понимаете? Ну если мы копнем в 17-й век, да, где-то 1640-е, ну даже, допустим, возьмем на 1660-е. Завоевание севера. В 1920-х годах. Да, тогда прискакали казаки, собственно, под руководством, там легендарные были Ермак, Емельян Ярославский. Кто еще там? Коростелев, Семен Дежнев, Хабаров, Емельян Хабаров, да. Но они двинулись чуть-чуть туда, но в южнее. Там где сейчас у нас Владивосток, Приморский край и то, что называется Дальним Востоком. Я понял. А до севера пошли самые отбитые. Семен Дежнев и Емельян Ярославский. Вот. И они, когда сюда пришли, они, да, 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 они дали пиксды местным князькам, то ионам, так называемым. И обложили их Данью, Лесаком и так далее. И воздвигли в 1632 году, воздвигли остров. Вот. Ну, насколько я слышал, допустим, с Чукчами они воевали очень долго. А Чукчи, потому что самый воинственный и самый кровожадный народ вообще из всех Крайне Северных. Я понял. Интересно. Интересно. Чукчи, вот как бы все говорят, в армии там кто служил, как бы, ой, вы со мной в части их ухуджили там, ну, пиздец они, лютые ребята. Блядь, вы с Чукчами служили. Ясно. Интересно. И 1632 год является годом основания моего родного города. И во многом, во многом, вы знаете, надо сказать, что якуты и по сей день признательны приходу советской власти. Казалось бы, да, ну, нелогично, страшно, это покушение на суверенитет там, да, и все такое. Но суверенитет республика Саха-Якутия все-таки обрела при распаде Союза. Да, когда у нас стали не АССР, автономные социалистические республики, да, а каждый мог именоваться там какой-то край или какая-то область. И только Якутия осталась республикой. Объявили суверенитет, сохранили... Но республика Саха-Якутия, да, насколько я понял? Да, да, республика Саха-Якутия. Вот ее гер. Ну, скажем так, суверенитет, он у вас условный? Условный весьма. Мы, конечно, во многом зависим от центра федерации. Скажем так, более правильно центр от вас очень сильно зависит, потому что у вас добывается огромное количество ресурсов, и основная масса денег остается в Москве. Поверьте, в Якутске тоже дофига исцедает, потому что он до сих пор считается дотационным регионом. Донатором или... Дотационный регион в него... Ну, а, знаете, кстати, знаете, почему... Тогда я могу объяснить, почему он считается дотационным регионом. Потому что основная масса компаний, которые у вас добывают, зарегистрирована где? В Москве и в Питере. И поэтому они платят налоги там, и получается, эти налоги проходят мимо вашего бюджета. И потом с этих налогов там вам идет дотация. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, неправильно. алроса крупнейший добытчик алмазов алроса саханифтегазбыт зарегистрированный якутии конкретно резиденция руководство у них даже в руководстве для текуты юра адрес юридический адрес алроса да у вас алроса как раз у вас в сахе зарегистрировано не слова сахани склоняется по подержам о извините извините я не знал еще какая какую компанию вы называли нефтегаз саханифтегаз саханифтегазбыт а кто добывает именно саханифтегазбыт или это или же не знаю не вникал но вот по золоту алдан золото можете посмотреть алдан золото алдан золото по моему собственно и зарегистрировано в самом прямо алдане но город маленький я там был проездом мы там были просто два дня с гастролями я не успел только в город посмотреть но мне очень понравилось купаться в реке алда сейчас были лучше просто интересно да то что я и говорил смотрите у вас получается компания то сию юрях нефтегаздобыча которая входит нефтегазодобывающий комплекс энкарус нефть открыла крупная нефтегазоконденсационное месторождение на территории республики саха якутия и вот получается из-за того что она входит в состав роснефти а роснефть зарегистрирована в москве вот вы теряете вот это огромнейшие огромнейшие налоги которые уходят в москву и поэтому ваш регион якобы считается дотационным то потом я просто смотрел количество вашего населения там оно не такое большое и полтора человека надеюсь на 10000 я всегда смеюсь говорю у вас говорю три человека они на 400 километров два человека и пять медведей и вот получается на то количество населения которое у вас есть и и те объемы добычи всего что у вас там происходит ребята вы бы были бы северным северным дубаем разве разве шо этих бассейнов бы не было бассейны были выкрыты все потому что холодно я знаю ну в общем эта тема такая не вне вне ваша я понял хорошо мне интересно было услышать есть какие-то деле вопросы к украинцам если нет я больше на политику интересуюсь поэтому я она там нет нет я не я не люблю разговаривать про политику потому что никогда эти разговоры и у себя на моих уроках я вместе меня запретные темы даже когда я веду дискуссионный клуб например есть которые поднимать нельзя это криминал это религия и это политика потому что листный клуб превратится в очередное ток-шоу соловьевы не выслушать собеседника где кто-то кого перекричит и еще скажет потом типа типа псевдокорректно извините я вас не перебивал когда вы говорили это же вот эти вы меня тоже сейчас не перебивайте дайте мне дайте мне закончить хорошо я побегу дальше тогда а